Белорусское гражданство Ковидные надбавки, гастрономический туризм и печальная новость Не стало народного артиста Беларуси Михаила Финберга, чем запомнился человек-оркестр Люди в темном, в Могилевской области завершается профилактическая акция Думала сократить путь Как недорого уберечь жизнь Время платить по счетам Автовладельцы должны внести авансовый платеж до 15 декабря Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля Кого новый налог обойдет стороной По ту сторону забора представители Федерации хоккея Беларуси посетили воспитательную колонию Детям, когда они отсюда будут уходить, им будет гораздо проще социализироваться в обществе О чем мечтали осужденные Витаминная гамма В Бобруйске начался сезон зимних фруктов В ассортименте идет двух видов Сколько стоит подкрепить иммунитет Новый канцлер, телефонный разговор и произведение искусства Франция засияла новыми красками За что любят туристы световое шоу От санкций до миграционного кризиса Президент на неделе дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT Ситуация с беженцами, давление Запада, отношения с Турцией и Россией Позиция Александра Лукашенко неизменно вызывает интерес в наших и зарубежных медиа Запросов немало, поэтому встречи с репортерами и впредь будут в графике белорусского лидера Говоря о Польше, мы знаем, что они собираются построить стену на границах для того, чтобы блокировать движение иммигрантов Как вы считаете, насколько эффективны эти решения? Вы знаете, видимо, у кого-то в Польше среди инициаторов этой стены закончились деньги Поэтому они за счет этого проекта хотят пополнить свои кошельки Если говорить о стене, она не будет стоить ни 400, ни 500 миллионов долларов, как они планируют Она будет стоить около миллиарда долларов Они на отдельных участках нашей границы с Польшей построили такую стену И как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена Всего около 25 тысяч человек Поэтому есть ли смысл в таком случае строить подобную стену? Знаете, был пример, американцы попытались на границе с Мексикой построить стену Один президент строил, второй сейчас разрушает Думаю, что может получиться так и в Польше Мы не напрягаемся по этому поводу Это их проблема, пусть строят Нам хуже не будет Глава государства ответил и на вопрос о том, как продвигаются переговоры с ЕС по разрешению кризиса Что будет с теми беженцами, которые захотят остаться в Беларуси? Их второй дом Белорусское гражданство получили 448 украинцев Соответствующий указ подписал глава государства Среди мигрантов есть и те, кто переехал в Бобруйск Татьяна Горбыч, а те, кто не понаслышке знает, что все познается в сравнении Еще 7 лет назад у Людмилы Борзыкиной был уютный дом возле Шахтерска и любимая работа в роддоме Гром грянул, когда неподалеку от села упал сбитый террористами самолет На улице появились люди в камуфляже Началась бомбежка Женщина бросила все и уехала в Беларусь вместе с мужем, тремя сыновьями, их женами и детьми Здесь сняли жилье, в течение трех месяцев получили вид на жительство С вещами помог Красный Крест Сегодня у семьи все хорошо Людмила Юрьевна с супругом получают пенсию Дети работают Средний Дмитрий, как многодетный отец, при поддержке государства построил квартиру Внучки учатся, делают успехи в футболе и плавании Там как была разруха, так ничего не наладилось, так разруха и осталась И возвращаться некуда А здесь условия на более первых мирное небо Здесь хорошо работают и коммунальные, мне нравится, и чистота, и порядок Стройки идут, все растет Ну вот теперь мы дождались нашей радости Мы получили гражданство, за что мы очень благодарны президенту нашему Беларусь нас хорошо приняла, в общем, я вернулась на родину, теперь я дома Светлана Чмыхон по-настоящему счастливая девушка У нее крепкая семья, дом полная чаша и собственный бизнес Но так было не всегда Пять лет назад, беременная вторым ребенком, она была вынуждена спешно покинуть свое жилище Из-за военных действий на Донбассе Обосновала семейство в Бобруйске, на родине мужа Супруги устроились на работу, здесь родился младший сын Плечо подставило государство В этом году им вручили ключи от уютной трехкомнатной квартиры И совсем скоро Светлану ждет новенький белорусский паспорт Я понимаю, что страна, в которой мы оказались, она для нас сделала лучшие условия То есть в Украине троих детей нам было бы крайне сложно поднять Не имея своего жилья, не имея хорошего дохода То, что государство поддерживает социальные программы многодетных семей То, что нам дали возможность построить свою личную трехкомнатную квартиру Ну, я понимаю, что в Украине всего этого бы не было Сейчас на данный момент это лучшее место, где я могу быть И где мои дети могут расти, обучаться, получать бесплатное образование Медицинские услуги бесплатные То есть в принципе, ну вот честно, жаловаться не на что Всего в Бобруйск переехали свыше 480 граждан Украины У 59 иностранцев разрешение на временное проживание Все мигранты имеют равные права с белорусами После 9 августа большого разговора с президентом Значит, было поручено нам провести мониторинг тех граждан Украины Которые находятся на территории Республики Беларусь Прибыли к нам с Луганской, Донецкой области Таких у нас 130 человек, в том числе несовершеннолетних И предложить им получить гражданство Республики Беларусь Значит, из этих 130 граждан 100 приняли решение В получении гражданства Республики Беларусь На неделе президент подписал очередной указ Согласно которому 448 граждан страны-соседки Получили наши паспорта Белорусами после большого разговора Стали около 1200 украинцев Здесь у них стабильный заработок Их дети учатся в школе И главное, они умеют ценить мирную и спокойную жизнь Профильный закон, просроченный паспорт и белорусская кухня В стране разработана дорожная карта По развитию гастрономического туризма Что туда войдет? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре Зарплата медиков за год выросла почти на 16% У врачей она составила порядка 2200 рублей У специалистов со средним образованием около 1400 В здравоохранении отмечен самый высокий рост оплаты труда Среди всех отраслей экономики Это объясняется ежемесячными ковидными надбавками В Беларуси в очередной раз продляется срок действия документов Всего их около 300 В том числе водительское удостоверение, справки о месте жительства и составе семьи А также о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и паспорт Если срок действия истек, например, в декабре 2021 То документ может использоваться до июня 2022 В стране уже через год появятся квоты для трудоустройства людей с ограниченными возможностями Это предусматривает профи-мезакон Нововведение коснется не всех нанимателей Оно лишь для средних и крупных предприятий с численностью сотрудников от 100 человек В Беларуси разработана дорожная карта по развитию гастрономического туризма Документам предусмотрено расширение сети объектов белорусской кухни И включение их в комплексные маршруты для путешественников А также проведение мастер-классов, дегустаций, фестивалей, выставок и ярмарок Не стало народного артиста Беларуси Михаил Финберг ушел на 75-м году жизни Он был художественным руководителем, директором государственного концертного оркестра В 2006-м награжден орденом Франциска Скорины Финберг – лауреат премии Союзного государства в области литературы Его называли «Человек-оркестр» Он по-настоящему жил любовью к музыке Не ставить точку Бавруйскую колонию для несовершеннолетних посетили представитель Федерации хоккея Беларуси Не обошлось без подарков Осужденным вручили шлемы, нагрудники, клюшки и шайбы Карина Гурею заглянула за колючую проволоку и окунулась в быт воспитанников Данил Самборский вот уже как пять лет расплачивается за роковую ошибку В прошлом учащийся колледжа стал на скользкую дорожку Плохая компания обернулась воспитательной колонией Сейчас жизнь 22-летнего парня идет в нужном русле Он изучает английский, получает средне-специальное образование И мечтает стать профессиональным спортсменом Но самым сокровенным остается желание вернуться домой Сейчас уже понимаю, что это были со всеми друзья Которые ребята просто решили меня втянуть, скажем так, в незаконную деятельность Оборот наркотиков Вот, на тот момент мне казалось, что это какая-то взрослая жизнь Что это будет возможность какая-то, ну самостоятельно жить в плане финансово от родителей Не хотелось себе в чем-то отказывать Через некоторое время меня задержали уже И после суда я приехал сюда Федерация хоккея осуществила мечту воспитанников колонии Представители организации привезли для осужденных спортивную экипировку Для двух полноценных команд Шлемы, коньки, шайбы, нагрудники, клюшки К ним куртки, перчатки, шарфы и шапки Эти подарки от голосок визита экс-главы федерации сенатора Дмитрия Баскова Он смотрел инфраструктуру, отметил, что условия здесь созданы на хорошем уровне Здесь есть и баскетбольная площадка, и воркаут-зона Также они своими силами, ребята, сделали хоккейную площадку Зимой заливают лед, но у них не хватает экипировки Сюда не так много людей ездит Не так много людей проинформировано, что здесь происходит вообще И поэтому, если удается такая возможность То любым федерациям нужно поддерживать данные инициативы И идти навстречу, приезжать, встречаться, разговаривать Потому что это большое дело И вот этим детям, когда они отсюда будут уходить Им будет гораздо проще социализироваться в обществе Бобруйская колония для несовершеннолетних единственная в стране Минимальный возраст осужденных 14 лет С этого момента в Беларуси наступает уголовная ответственность Одна из самых распространенных причин попадания за колючую проволоку Незаконный оборот наркотиков Цель единственная, это чтобы он, когда выйдет в условия свободы Был просто простым гражданином Республики Беларусь, человеком И чтобы у него, как и у всех у нас, все получилось В учреждении созданы все условия, чтобы те, кто оступился, нашли себя в будущем Здесь воспитанники колонии получают среднее и среднеспециальное образование Работают на производстве Есть даже возможность удаленно обучаться в ВУЗе и изучать языки Активный образ жизни – тоже часть будней Зимой парни играют в хоккей, летом – в футбол Ну что, два подхода и пойдем дальше заниматься Да Давай И кто знает, может совсем скоро Данила Самборского еще раз покажут на больших экранах Только уже в спортивных новостях Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, итоги недели Горящие сроки Беларусам осталось три дня до внесения авансового платежа За машину придется заплатить 29 рублей За прицеп и мотоцикл – 20 Транспортный налог привязан непосредственно к факту наличия автомобиля Ездит он или нет – неважно, а платить все равно придется Внести сумму нужно не позднее 15 декабря Произвести доплату транспортного налога за 2021 год Необходимо будет по сроку 15 ноября 2022 года По извещению налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года Сумма транспортного налога будет зависеть от максимально допустимой массы автомобиля То есть касательно легкового автомобиля Это от 60 рублей до 220 рублей Прицеп – 41 рубль Все ставки можно найти на сайте Министерства по налогам и сборам Тем, кто прошел техосмотр, а значит покрыл госпошлину Сейчас платить ничего не нужно К слову, внести аванс можно в почтовом отделении, кассе банка или через ЕРИП Также предусмотрены льготы Для пенсионеров, ветеранов и инвалидов первой и второй группы суммы снижены вдвое Для третьей – на 25% Засветиться на дороге В Моглевской области завершается неделя профилактики травматизма В поле зрения госавтоинспекторов – пешеходы Особое внимание наличию фликеров Все знают, но не каждый использует Казалось бы, такая мелочь, но пренебрегает каждый второй А цена вопроса – человеческая жизнь По статистике, ДТП чаще всего происходит в час пик В этот момент магистрали максимально загружены Люди спешат домой В рамках недели профилактики травматизма Инспекторы ГАИ выезжают в рейд на центральную улицу города Цель – донести до каждого важность соблюдения ПДД Первым в поле зрения сотрудников попадает мужчина Который неспешно переходит дорогу там, где не положено Наряд сразу же следует за ним На первый раз нам будет вынесено предупреждение об освобождении от административной ответственности Спустя пару минут инспекторы фиксируют еще трех нарушительниц Отговорки не новые, все банально Спешка, невнимательность и усталость на работе Сотрудники ГАИ входят в положение Тем более женщины провинились впервые Ведь главная задача госавтоинспекции – предупредить, а не наказать Знаете, что так делать нельзя? Не будем больше Вообще ответственные граждане Всегда А что сегодня вам грозит за нарушение? Сегодня? Сегодня пока, так как у нас не было до этого никаких привлечений ни по каким, ни статьям, ничего Предупреждение Как так получилось? После работы глава уже вообще не думает ни о чем Поэтому не подумала Думала сократить путь Знаете, какая ответственность за это грозит? Список ПДД для пешехода не меньше, чем для водителя Одно из них – наличие фликера Особенно это важно в зимний период Не стоит забывать Дорога не место, чтобы что-то кому-то доказывать А еще за свою беспечность можно потерять от 29 до 87 рублей Если ситуация будет осложнена алкогольным опьянением То сумма увеличится до 145 И это лишь финансовая часть аспекта А стоит ли такое халатное отношение к себе? Чтобы быть заметнее на дороге, госавтоинспекторы советуют носить как минимум два фликера Как с правой, так и с левой стороны В таком случае вы станете заметнее на расстоянии от 150 до 200 метров Соблюдение элементарных правил, которые мучат еще с детсадовской скамьи Помогут избежать аварийных ситуаций В Бобруйске с начала года произошло 52 ДТП с участием пешеходов 23 Нарушений ПДД зафиксировано более 5000, из них свыше двух Только за отсутствие светоотражающего элемента Госавтоинспекция города Бобруйска напоминает пешеходам Быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части дороги В темное время суток не забивать себя, обозначать светоотражающими элементами Казалось бы, маленькая фигурка или лента ценой в 2 рубля Способна сохранить деньги, уберечь нервы И самое главное, спасти жизнь вам и вашим близким Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели Новогоднее настроение. Юлочные базары в Бобруйске начнут работать с 23 декабря Купить главный атрибут в преддверии праздника жители смогут по 31 число В ассортименте как деревья в катках, так и традиционные ели и сосны Высота. Основной критерий стоимости. От метра до двух цена 11 рублей До трех – 22,5 Торговля разместится на Минской, Интернациональной, Батова, Ковзана, Социалистической и на территории молодежного парка За незаконную рубку деревьев в эксплуатационных лесах Штраф будет составлять до 20 базовых величин на физическое лицо И от 20 до 200 базовых величин на юридическое лицо В защитных лесах этот штраф уже будет составлять больше На физическое лицо от 5 до 30 базовых величин На юридическое лицо от 50 до 300 базовых величин Плюс придется возместить ущерб за каждое срубленное дерево Порядка 34 рублей В предпраздничный период на усиленное дежурство Переходит лесная охрана Жителям напоминают Даже на перевозку купленной ели и сосны должны быть документы Зимние хобби В городе открыт сезон массового катания Встать на коньки приглашают хоккейный клуб Бобруйск На арене созданы все условия Прокат, заточка и даже услуги инструктора Тему продолжит Ольга Васенда Вместе с зимой в город пришли и традиционные сезонные забавы А значит самое время сходить на массовое катание Руководство хоккейного клуба учло все нюансы Коньки здесь можно взять на прокат Одна пара обойдется в 3 рубля 50 копеек Нужен только паспорт Чтобы комфортно и безопасно чувствовать себя на льду Прежде всего правильно завяжите шнурки Начинать нужно с самых низов от носочка и выше Первые секунды подвигаться и только потом идти осторожно на лед Тем, кто не умеет кататься, переживать нечем Для детей предусмотрена специальная опора Цена вопроса рубль Можно воспользоваться и услугами инструктора На коньки ставят малышей от 4 лет Набирают несколько групп Самая популярная семейный час Можно записаться на любое удобное время Одно занятие 5 рублей В первую очередь это касается маленьких детей Я очень люблю ставить маленьких детей на коньки Потому что они стараются, они пытаются это сделать И в дальнейшем они начинают катиться И это уже радует Катание на коньках дарит массу позитивных эмоций И помогает снять психологическое напряжение Кроме того, за 45 минут активной тренировки сгорает Порядка 400 калорий При регулярных занятиях вы поймете, что ваше тело стало стройное и подтянутое Мы приходим уже не первый раз Нам тут нравится Тут хорошая музыка Такая легкость и непринужденность Мне нравится Каждый сезон приходите сюда? Особенно на держденье любим приходить Людей много Это востребовано Люди катаются Много молодежи с детьми, также взрослых Я думаю, это супер Квитки приобретаются в день катания Сеанс обойдется в 4 рубля 20 копеек Можно сэкономить и купить абонемент от 6 занятий Как с коньками, так и без Узнать в точное время и стоимость на услуги Можно на официальном сайте клуба Либо в билетной кассе с 10 до 21 часа Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов Итоги недели Километр праздника В Бавруйске пройдет театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек День старта 18 декабря Маршрут Социалистическая Максима Горького Колонна из нескольких десятков сказочных персонажей и символов Наступающего Нового года начнет движение в 16 часов От театра драмы и комедии Завершит на площади Ленина Весь путь займет около 1 километра Сопровождать героев будет украшенная техника Традиционное участие примут и работники медицины, образования, спорта и туризма, культуры и промышленности А уже в 17.15 начнется торжественная церемония зажения огней на главной елке Зимний шторм, праздник света и родительский контроль Инстаграм планирует сделать ограничения для несовершеннолетних, что изменится Далее обзор громких мировых заголовков Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили Россию Американский президент заверил украинского лидера, что РФ ждут жесткие санкции в случае эскалации у границ и вторжения на территорию страны При этом глава Белого дома пообещал, он предоставит Киеву всю необходимую помощь, чтобы дать отпор внешней агрессии Новый канцлер Германии, социал-демократ Олаф Шульц провел первое заседание с министрами своего кабинета Рабочая встреча состоялась всего через несколько часов после того, как он принял присягу в Бундестаге, где ранее за него проголосовали большинство депутатов Шульцу 63 года, он стал девятым по счету канцлером ФРГ, сменив на этом посту Ангелу Меркель Ливни и снегопады обрушились на большую часть Ирландии, а также на ряд районов Соединенного Королевства Непогоду принес зимний шторм бара, обильные осадки вызвали наводнения, снегопады затруднили автомобильные движения Скорость порыва ветра порой достигала 130 км в час, без электричества остались десятки тысяч домов Из-за удара стихии в школах были отменены занятия Инстаграм планирует ограничить доступ для детей до 13 лет Благодаря новым алгоритмам взрослые пользователи не смогут писать несовершеннолетним, если те на них не подписаны Инструмент родительского контроля позволит видеть, сколько времени подростки проводят в сети и устанавливать ограничительные рамки Во французском Лионе официально начался праздник света Одно из крупнейших в мире шоу, когда весь город становится произведением искусства Холстами для световых картин выступают дома и площади Всего свыше 30 больших инсталляций В этом году фестиваль решили не отменять, но туристов меньше обычного До пандемии число зрителей могло доходить до миллиона Население города в начале декабря практически удваивалось Натуральный десерт На фруктовых прилавках появились зимние сладости Гранаты, хурма, мандарины, бананы и киви Вкус не единственное их достоинство Огромный плюс спелых плодов в большом содержании витаминов Карина Угуревич узнала, что почем Декабрь не только время первых холодов, но и всеми любимых сезонных фруктов Мандарины, гранаты, хурма, киви и бананы должны быть на каждом столе В полном ассортименте зимние дары природы можно найти на центральном рынке Спелые плоды помогут выбрать продавцы Цитрусовый символ нового года здесь от 4 рублей 80 копеек Мандарины в ассортименте идут двух видов Одни идут марокканской чуть-чуть с кислиночкой И вторые в Италии идут без кислинки, чисто сладкая А что предпочитают покупать люди? Хурму очень любят Гранаты египетские очень сильно любят Кишмиш любят Мандаринки клементины любят Рядом красуется и сладкая хурма Цена и сорт разнятся от одного прилавка к другому Испанский фрукт можно найти от 4 рублей 20 копеек Помидорный и узбекский королек обойдутся чуть дороже По 4,50 Есть и киви-карамелька За него просят 5,50 Бананы за килограмм по 3,50 Гранаты 3,20 Я внукам покупаю мандарины, апельсины, бананы Они вообще любят В основном это покупаю яблоки Я люблю мандарины зимой, с детства Важнее вкуса только польза зимних фруктов В витаминном топе гранат Он обладает множеством полезных свойств Улучшает функции щитовидной железы и состав крови В том числе существенно помогает повышение гемоглобина Второе место занимает хурма Ударные дозы калия и магния превращают плод в отличное средство от сердечных болезней А одна ягода киви обеспечивает тело человека суточной дозой витамина С Дальше это цитрусовые, распространенные это лимон, мандарины всеми любимые Это лидеры по витамину С И конечно же нужно очень внимательно употреблять, чтобы не было аллергии Чтобы разнообразить свой фруктовый рацион, всегда можно приготовить смузи Вам понадобятся банан, хурма и киви Конечно, не обойтись без блендера Подойдет как обычный, так и погружной Ингредиенты взбейте до однородности и вылейте в любую удобную форму Совет для самых больших сладкоежек Добавьте ложку меда в фруктовое пюре Такой лайфхак точно порадует ваши рецепторы Плюс блюдо можно красиво подать к столу Зимой наш организм нуждается в полезных веществах, как никогда Недостаток солнечных лучей, простуды и упадническое настроение Все это ослабляет иммунитет Поэтому в холодное время так важно поддерживать свое здоровье А лучшие витамины в этот период содержатся не в аптечных капсулах, а в сезонных фруктах Карина Гуревич, Станислав Чечерин, итоги недели Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я Максим Кемпель Новая неделя, новые итоги, увидимся Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»